В сегодняшнем видео можно ответить на вопрос, наконец, почему наша программа носит вот такое немножко странное, на первый взгляд, имя. На самом деле в ней изучаются или легче изучать свойства, которые инвариантны относительно мебельсых преобразований. Что это такие за мебельсы преобразования и знали ли мы их раньше, мы сейчас изучим на простых примерах. Ну вот давайте вначале зададим простой цикл, пусть это будет единичная окружность, немножко ее сдвинем и применим преобразование. У нас есть специальное меню для преобразований, давайте сделаем преобразование, отразим ее в цикле. Ну кроме данного цикла А у нас еще есть цикл, действительно прямая, с символом R. Значит, делаем отображение, вот у нас был А, делаем отображение в этом цикле. Ну как и следовало ожидать, оно перескочило на другую сторону, это как будто отражение в зеркале. В общем-то имеет смысл иногда при построениях делать копию старой картинки и новой, отраженной. Вот что мы сейчас и проделаем. Ну для того, чтобы не было путаницы с символами, существует правило о том, как преобразовывать метки циклов исходной картинки в новые. Ну и тут они заданы немножко в сложном порядке, с помощью так называемых регулярных выражений. Об этом надо почитать отдельно, если вы хотите модифицировать ее в какой-то свой способ. Мы увидим, что в общем-то вот строка, которая здесь задана, работает в большинстве случаев. Ну вот мы сделали преобразование цикла А, его отражение будет цикл А1. Вот если мы переместили А, его отображение следует за ним по чертежу. Можно сделать другие преобразования, например, можно назвать параллельный перенос. Это задается с помощью преобразования миобиуса с верхней диагональной матрицей. Ну, чтобы сдвинуть на три единички, мы вставим вот в верхнем углу значение 3. Здесь мы опять можем не заполнять, потому что это автоматически будет преобразована пустая клетка в ноль. Посмотрим, что у нас получилось. Мы хотим, чтобы эти метки, которые мы получим, имели компоненту Т, которая соответствует трансляции, переносу. Вот у нас есть перенос на три единицы цикла А на три единицы вправо и перенос на три единицы цикла А1. Вот если мы опять А передвинем, отображение скакнуло сюда, а мы получили его перенос. Можно задать преобразования дробнолинейные с общими комплексными коэффициентами. Ну вот, имеет смысл попробовать всего лишь поставить единички в этих двух клетках. Все остальное останется нулями. То есть, по факту, дробнолинейное преобразование, которое мы задаем здесь, это будет умножение на мнимую единицу. Ну, в комплексной плоскости умножение на мнимую единицу задает поворот против часовой стрелки на 90 градусов. Ага, ну может быть я откачу, я забыл сделать изменения в метках. Я хочу, чтобы это был поворот R. Вот, оказывается, у нас было две копии действительной прямой. R и R сдвинутая. Когда мы их повернули на 90 градусов, с ними вот стала видна эта дистанция. Вот у нас есть исходный цикл А. Вот его есть сдвиги и есть поворот на 90 градусов от сдвинутых циклов. Вот уже мы видим, что набор стандартных преобразований у нас в руках. Можно еще задать масштабирование. Для этого, допустим, можно задать преобразование с коэффициентом, скажем, 1, 2. Здесь единичку. И мы хотим скалировать их наполовинку. То, что быть с нашей картинкой. Видите, все уменьшилось в два раза. Относительно начала координат мы получили уменьшенную копию наших рисунков. Так что основные геометрические преобразования могут быть получены с помощью вот этих нехитрых преобразований. Давайте немножко поизучаем больше отражения окружностей друг в друге. Вот у нас для начала есть две окружности разного цвета, чтобы легче было отслеживать их поведение. И мы задаем отображение в окружности А. Сохраняя все предыдущее, мы получили образ. Представьте себе, что зеркало сделано в форме круга. Тогда окружность В будет отражена в форме В1. Если мы подвинем дальше, образ, соответственно, уменьшится. Потому что мы имеем вот такого типа инверсионное отображение. Если вот у нас пересечение появляется, то образ В2 выглядит соответствующим способом. Давайте добавим отображение. В этот раз мы сделаем отображение в цикле В. Поставим индекс 2. Вот у нас появилось в цикле В отображение предыдущей картинки. Ну и легко заметить, что у нас вот тут вот цикл В2, он и цикл В фактически совпадают. Это соотношение можно проверить. Проверить, что они отличаются. Это мы делаем для В2. Мы проверяем, что он В2 отличается. И это утверждение ложно. То есть эти циклы В и В2 совпадают. Ну, в общем-то, несложно понять, что после двойного отражения мы попадаем в исходную позицию. Продолжая наше отображение, мы еще раз сделаем отображение в цикле А с индексом 3. И вот картинка становится все более и более заковыристой, вычурной. И поведение наших окружностей становится все более и более. Даже уже окружность А найти сложнее, потому что вот она совпадает с окружностью А3. Как и В и В2 совпадало, так и здесь у нас есть совпадение некоторых окружностей. Легко проверить, что окружности, возникающие в результате такого отражения, принадлежат одному и тому же пучку. Это значит линейной комбинации исходных окружностей А и В. Ну, вот, к примеру, какая у нас есть окружность А2-3. Она отличается и от А и от В. Давайте проверим, что она в пучке. Созданная А и В. Это вот оказалось почти верно. Опять же, с поправкой на наши приблизительные вычисления. Ну и различные модификации нашего рисунка продолжают это соотношение с пучком и с совпадением окружностей В2 и В продолжают оставаться верными. Еще немножко сделаем нашу ситуацию более интересной. Добавим третью окружность, тоже другого цвета, другого радиуса, чтобы было лучше видно изменения. И теперь начнем делать рекурсивные отражения. Ну, первый раз в окружности А. Сохраняем предыдущие. Вот у нас есть образ окружности С, образ окружности В. Теперь мы делаем отражение в окружности В. Сохраняем все. И вставим второй индекс. Вот уже предыдущая картинка отразилась здесь. Здесь каждый раз число окружности у нас, в общем-то, удваивается. Но некоторые могут начать совпадать, как мы знаем из предыдущего опыта. Ну и, наконец, делаем отображение в окружности С с индексом 3. Ну, можно еще раз сделать отображение А, чтобы нам было более понятно, как это все происходит. А метки окружности начинают утомлять, потому что здесь их слишком много. Мы можем отменить демонстрацию меток. И, в общем-то, видно, как окружности расположены. В общем-то, уже начинает возникать ощущение, что вот здесь они группируются вокруг некоторой такой окружности. И если иметь наметанный взгляд, можно предположить, что эта окружность, это окружность, которая перпендикулярна всем трём изначальным окружностям. Ну, давайте проверим, на самом ли деле это так. Мы строим окружность перпендикулярную А, В и С. Вот эти свойства, которые мы выделили. Вот окружность появилась. В общем-то, видно уже невооруженным взглядом, что мы имеем здесь ортогональность этих построенных отображений такой окружности. Но, в принципе, можно это проверить и с помощью нашей системы. Значит, мы проверяем... Сейчас ещё раз. Это окружность, которая ортогональна у нас. Она имеет название И, Е. Значит, мы проверим, что отношение ортогональности к окружности И. Верно. Так, новый построенный цикл в результате многократных отражений сохраняет это свойство. Ну, опять же, понятно, почему так происходит. Потому что отношение ортогональности сохраняется при таких отражениях. Изначально чёрная окружность, окружность И было ортогонально трем заданным окружностям. Поэтому при любом числе отражений в них образ, который мы получим, будет по-прежнему ортогонален к этим трем окружностям. Ну, можно слегка поиграться, посмотреть, что будет, если мы эти окружности подвигаем. Как-то иначе начинают выглядеть эти узоры. Ну, получается довольно симпатично. Если добавить ещё отражений, будет достаточно мило. Ещё интереснее ситуация возникает, если мы рассмотрим 4 окружности. Ну, и пойдём по той же схеме, когда мы это сделаем вначале. Отражение в А. Потом отражение в В. Потом мы, наверное, убираем отметки циклов. После этого в С. После этого в D. Ну, мы потом ещё раз пойдём по второму кругу. В. Уже заметное время требуется для того, чтобы отработать в системе. Число циклов каждый раз удваивается, хотя многие начинают наслаиваться. Что у нас там? Уже 6, наверное. Ну, и последнее отображение в D. Уже заметное время идёт на отработку. У нас сейчас возникает... Посмотрим, сколько. 10 поколений. И, в общем-то, 900 циклов. Картинка, если мы поглядим здесь, становится достаточно вычурной. Если мы глянем глубже, мы получаем фрактальную структуру, где циклы наслаиваются, отражаются, повторяя фигуры, те, которые мы отражали друг в друге. Вот такое вот искусство может быть создано с помощью амебиусовых преобразований и отражений циклов в цикле, которые, естественно, сохраняют отношение ортогональности и многие свойства тех конструкций, которые мы строим и изучаем в предлагаемом пакете для интерактивной геометрии. Еще раз напомню, как получить программу и начать ею пользоваться. Значит, если мы перейдем по указанному адресу на домашнюю страницу нашего проекта, тогда файлы для загрузки находятся в разделе «Файлс» двоичные откомпилированные коды в этой папочке. И тут у нас есть исполняемые файлы для Windows, Macintosh, общего Linux. Ну, или если вы сделали правильный выбор и пользуетесь либо Debian, либо Ubuntu, вы можете для последних версий этих операционных систем загрузить оптимизированные исполнения, используя стандартный менеджер пакетов для этих систем. Ну, желаю вам приятно проводить время, изучая нефклидовую геометрию, изучая геометрии Келли Клейна.